Студенты Института иностранных языков отметили Международный день переводчика. Уже около 10 лет клуб ораторского искусства является организатором этого праздника в Российском университете Дружбы Народов. В этом году студенты ИИА выбрали тонкую тему, восточную, памятники персидско-таджикской литературы, красота и трудности орнаментальной прозы и любовной поэзии. Выбор необычной и интересной темы был не случайный. Мы все, и в принципе вся страна наша с интересом смотрит телесериал «Великолепный век» Султан Сулейман, который поражает нас не только красотой Востока, тонкостью, вязью, интерьером, но и текстами, именно тем, как люди разговаривают. Более того, поражает нас то уважение, несмотря на коварство Востока, то уважение, которое проявляют дети к родителям, родители к вышестоящим. Все это красиво, все это прекрасно. И мы решили это сделать таким образом. Познакомить тех, кто пришел сегодня, познакомить с памятниками персидско-таджикской поэзии 9-11 веков. Студентка 4-го курса Института иностранных языков Вероника Шехназарова на себе прочувствовала, что Восток – дело тонкое. Восточная литература, добавляет Вероника, богата гранями, которые бывает трудно понять, однако влюбиться в нее достаточно просто. Мне интересна тема Востока, потому что там очень красиво, начиная с каких-то декораций, с каких-то культурных моментов, то есть манера общения, поведения, сам декор, наверное, то есть там орнаменты, ткани, все это очень красиво, интересно, красота и в речи, и в жизни, и во всем. Сложная, простая и узорная вязь, гамма вкусов восточных сладостей, таджикская поэзия, арабская проза, философские наставления – со всем этим богатством гости смогли познакомиться на мероприятии. Этот профессиональный праздник появился благодаря Международной Федерации Переводчиков и отмечается он 30 сентября, в день смерти святого Иеронима, который перевел Библию на латинский язык. В России этот праздник был учрежден в 1991 году, с каждым годом его популярность только возрастает. Марина Андреева, Артур Степанян. Новости ТВ РДН.